всем привет если вы наткнулись на это видео значит вы наверное так же как я озадачены покупкой нового прицепа и в связи с тем что на рынке их сейчас представлен довольно таки большое количество озадачены вопросом какой же все же прицеп выбрать и я был также озадачен этим вопросом выбирал я среди нескольких прицепов это прицеп экспедиция прицепы состоя и также м за сам мой выбор упал в сторону прицепа экспедиция ввиду того что при прочих равных он имеет чуть большую длину чем прицепы например с ст либо м за сам м за сапа внутрянки идет 345 состоит от три с половиной метра прицеп экспедиции идет 360 мне это нужно для перевозки одновременной перевозки квадроцикла и мотоцикла что же могу сказать про этот прицеп прежде чем купить прочитал кучу отзывов посмотрел множество видосов на ютубе и что оказалось есть много рекламных роликов насколько это классные хорошие прицепы есть много роликов от непосредственно владельцев которые кричат не покупайте этот прицеп прицеп говно и так далее ну давайте выскажу свое объективное мнение касаемо этого прицепа и я бы наверное начал тоже с того не покупайте этот прицеп прицеп говно но наверное стоит досмотреть этот ролик до конца сейчас я расскажу почему ну начнем с конструкции много всякой информации по поводу конструкции этого прицепа насколько она хорошая либо плохая но я для себя его выбрал мне кажется эта конструкция наиболее оптимальной касаемо дышло дышло удлиняем и удлиняем и на 60 миллиметров буду ли я пользоваться этим удлинением я не знаю но как говорится есть есть такая возможность пускай будет что касаемо вот этих вот застежек застежка была погнута не знаю ну наверное в первый же день как я ее погнул я не знаю ну в общем суть к 1 застежка самосвального механизма кривая другая застежка самосвального механизма прямая но механизм здесь он идет условно самосвальный поэтому буду я им пользоваться или нет скорее всего нет поэтому я попросил при сборке прицепа чтобы мне все затянули на болтах чтобы не было лишнего дребезга лишнего лязга и в итоге мне его на болты скрутили самосвальным механизмом пользоваться я не буду мне достаточно моих аппарели по которым я свободно заезжаю на этот прицеп и таким вот образом его использую касаемо тента качество тента качество как качество в принципе в распоряжении имея не один прицеп а три это прицеп экспедиция 360 на полтора это прицеп мзс а в габаритах 364 на 210 и старый добрый прицеп тонар купленный еще новым в 1995 году ну если в несколько не несколько моментов которые скажем так огорчают а конкретно это его 10-дюймовые колеса и фактическое отсутствие сейчас каких-то вариантов купить новую на него резину было принято решение наверное купить новый прицеп и к тому же по размеру он идет метр тридцать на два тридцать и после пользования этого прицепа ну скажем так было тяжело найти какой-то прицеп потому что здесь металл металл так металл краска здесь лепестковыми кругами не берется я хотел его покрасить но что собственно в ближайшее время я сделаю но мы скажем так несколько отошли от темы это прицеп мзс а мы к нему еще вернемся вот он прицеп экспедиция 121 360 прицеп двухосный рессорная подвеска длина по внутри по кузову полтора метра его ширина и 360 его длина прицеп 2022 года выпуска он уже здесь сделан на петлях на трассу как евротент и никаких веревок нету что например присутствует у прицепа мсс а и уже с этим есть некоторого рода проблемы возможно сейчас дальше об этом я расскажу что же не так с этим прицепом и почему я не считаю его хорошим это конечно же шутка прицеп офигенный отличный касаемо изготовление самого прицепа вопросов ноль есть вопросы к сборщикам этих прицепов я его покупал официального дилера в москве и на сборке этих прицепов работает ну скажем так не самые пряморукие ребята и определяется это следующими моментами вот начнем просто таких вот мелочей как световозвращатель ну почему блять его нельзя приделать ровно ну не это вот так вот просто на скорость они делают вот вопрос завод ляпнули и ляпнули здесь вот высота условно два пальца здесь высота уже практически там три пальца ну не суть по колесам колеса здесь идут имеет разболтовку 4 на 98 это стоит жигулевские 13 колеса какого-то хрена мне сюда поставили направленную резину мы поставили и поставили в принципе что в этом такого если бы ни одно но прицеп двухосный соответственно здесь у меня стоят два правых колеса и здесь какого-то хрена у меня стоят два правых колеса на мой вопрос официальному дилеру игру снимите эти два правых колеса и дайте два левых мне сказали нету соответственно кому-то на прицеп поставили также четыре левых колеса также дополнительно я попросил чтобы не установили задние опорные стойки вот и когда забирал прицеп подумал то что наверное я еще хочу чтобы мне установили переднюю опорную стойку на прицеп и я не прогадал это да действительно удобно и здорово затем следующий скажем так неприятный момент сейчас я его растутую вам покажу вот эти вот карабины они сделаны ну я не знаю если не из фольги то что-то близкое к этому вот если где-то чуть порезче их дернуть соответственно они сразу изгибаются выгибаются и качественным эту вещь не назовешь был веру амерли не смотрел что можно что можно их поменять но и к сожалению пока не ушел сейчас буду думать решать этот вопрос как его решить вот первый карабин вот второй карабин прицепу еще нет и даже месяца и в принципе у него было там наверно три выезда у этого прицепа здесь касаемо всяких ленточек застежек здесь сделано по крайней мере все нормально константовка довольно таки быстро и м за и сам здесь сделаны зигзагообразная резинка вот ну я не знаю лучше это хуже наверное это хуже потому что здесь тент натянул и тент ровный прицеп не идет ровный касаемо внутреннего пространства здесь девяти миллиметровой фанеры везде об этом сказано прицеп грязный прицеп рабочий я на нем уже и технику возила какой-то материал на нем возил вот впереди вместо фанеры пока поставил экстрадированный пенополистирол тридцатку он для уменьшения динамического сопротивления потому что парусностью этих прицепов будьте здрасте поставил сюда несколько резины для того чтобы во время каких-то ветров не загибала тент ну больше это касается верхнего клапана сюда и делать не буду вот касаемости касаемо пряморукости сборщиков этих прицепов что например меня напрягает помимо световозвращающих элементов которые приклеены клево криво помимо колес что мне установили 4 одинаковых колеса ну ладно хрен с ним опускаем опорную стойку стойка опускается все хорошо она закрепляется но после того как мы ее затянули открыть вот эту вот ручку не всегда предоставляется возможным но здесь вот она здесь за звук ну наверное миллиметр если немного повыше поднять вот эту вот опорную стойку вот эта ручка уже не открывается сейчас пока открывается раз давай запорные механизмы в принципе нормальные вот если прям сразу сравнить вот запорные механизмы прицепы экспедиция вот запорные механизмы прицепы мсс а тенты примерно одинакового качества каркаса и у прицеп экспедиции как-то поинтереснее уинза сами какие-то более тонкие более шумные касаемо тента вот это то есть грохот именно от самих вот этих вот застежек сам прицеп сам каркас не скрипит не звенит он полностью затянутый протянутый ну и так вот открываем прицеп здесь были такие вот стопорные тросики для того чтобы борт у нас держался на таком вот уровне но тросики у меня порвались при первой же погрузке порвались то что я уронил на нее тяжелый где-то тут наверное 150 килограммовая дверь я вам рассказывать не буду иначе что прицеп получается хороший это я же получается на кассе понял ну а если действительно рассказывать об этом на этот борт я уронил металлическую дверь и вот эти вот алюминиевые запрессованные как как их назвать упорчики не упорчики вот короче он тросик отсюда вышел но никакой проблемы это отремонтировать я не вижу это я все сделаю ну соответственно к прицепу вопросов никаких нету вот в плане его изготовления на заводе нормально борта на порядок толстым у прицепов мзса никуда не гуляет если подойти к мзса посмотреть на тот же самый борт он гуляет он более мягкий экспедиция как-то он наверно пожёстче касаемо фонарей завода установлены фонари фристом самые простенькие самые хреновенькие ну где-то что-то светят единственное у меня было пару вопросов какие вопросы конкретно у меня были и такое в принципе я уже на драйве видел ребята делали вот фонарь фонарь левый я уже сюда установил светодиодные поворотники светодиодные лампы стоп-сигнала а изначально были стопы вот в этой секции а габариты были вот в этой секции по мне так это какая-то наверное ерунда вот я местами их поменял теперь габариты у меня вот в этой секции стопы вот в этой секции ну соответственно поворотник на своем месте он как был так и остался толщина металла нормальная вот прицеп идет прям очень хорошо Я не стал сильно выпендриваться по поводу колес Когда забирал Ну раз бестолковые, криворукие Ну что теперь поделать Ну значит это все дело переделаем Опять же вот еще один световозвращательный элемент Желтый, он приклеен криво Сзади тот вот элемент Пальчиком покажу Он тоже приклеен криво Ну опять же это руки, вот наклеечка Она приклеена кверх ногами Но я понимаю, что клеили ее уже не здесь сборщики А клеили ее на заводе Но здесь сборщики собирали То есть приходит вот этот вот элемент И на него уже накручивается упор И на него накручивается цепная головка Вот, цепная головка здесь стильпрессовская стоит Я ее поменял на алкокобер Потому что почему-то на мой шар она не застегивалась Вот, алк все нормально застегивается Единственное, что стильпрессовская головка Она идет на полторы тонны Алковская она идет на 750 килограмм Также было установлено опорное маневровое колесо На двухосном прицепе Ну, наверное, так же, как и на одноосном Это я считаю, что обязательная процедура Обязательно к установке Потому что со своим тонаром Например, у меня не было опорного колеса Ну и в какие-то моменты было тяжело Особенно если в прицепе стоит квадроцикл Отцепить его от автомобиля Ну, наверное, не представляется возможным Либо возможно, но это прям тяжело Хотя и развесовку я стараюсь соблюдать Чтобы она была именно на осе А не там либо на переднюю, на заднюю часть Что тоже важно Ну вот так В остальном, в общем и целом Да офигенный прицеп Че говорить Сравнивал его с Саранской спецтехникой ССТ прицепа Ну, по качеству они, наверное, не сильно друг от друга отличаются Что один прицеп нормальный, что другой прицеп нормальный Касаемо прицепов МЗСА Ну, тоже нормальный прицеп Ну, наверное, вот Из тех прицепов, из которых я выбирал Это МЗСА ССТ Саран спецтехника И экспедиция Ну, наверное, я бы поставил На второе место Прицеп МЗСА На первое место оба прицепа поставил И Саран спецтехника, и экспедиция Ну, за счет того, что Экспедиция из всех этих прицепов Самый длинный Я выбрал его Потому что периодически мне нужно Одновременно возить квадроцикл и мотоцикл Соответственно, мотоцикл мы загоняем Максимально вперед, ставим его по диагонали Растягиваем его на стяжные ремни С храповиком Квадроцикл ставим назад Либо наоборот Суть роли не играет Вес более-менее правильно распределенный В том случае и в этом случае Поэтому на это я очень сильно обращаю внимание Поэтому, если вдруг остались какие-то вопросы Милости спросим в комментарии На все вопросы постараюсь ответить Лайки этому видосу можно не ставить На канал можно не подписываться Ну, наверное, в дальнейшем будут какие-то доработки этого прицепа Будет отделка его фанерой по переднему клапану Возможно, буду придумывать так, чтобы это как-то все открывалось Буду ставить гидроупоры на них Пневмоупоры, извините, не гидроупоры Будет обработан также аэродинамический скос Будет обшита, скорее всего, наверное, USB-6 И также будет обшита крыша Крыша, наверное, не нужна При условии хранения прицепа В гараже Если храните на улице Это процедура обязательна Для того, чтобы у вас не погнулся каркас Этого прицепа И не будет скапливаться вода Потому что при осадках Выпадает дождь Здесь собирается несколько таких ванн с водой Но она без проблем сливается Поднимаете на колесе На опорном подкотном колесе Вы его задираете Вся вода стекает В прицепе сухо Ну так вот В общем и целом По мне так Реально отличный, офигительный прицеп Поэтому, если есть вопросы Задавайте Постараюсь на все ответить Спасибо за внимание Всего доброго и хорошего дня